Всем привет, друзья! Мир вашему дому, чистейшего неба над головой. Сижу у окна, светит солнце, щурю глаза. Теперь, что хочу вам рассказать. Уже дело подходит к концовке. Всё, завершаю я. Если ролик получится чуть длиннее, там на 5-7 минут, ну, досмотрите, вам же интересно будет, чем закончилась эта история. Не знаю, вам звонят или не звонят, но вот ровно год постоянно звонят и спрашивают какого-то Грязева. Он мне знаком? Если он мне знаком, передайте бесплатный номер такой-то. В общем, у нас к нему секретное дело. Никому они не говорят. Хоть я их сколько раз спросила. Я говорю, скажите мне, я передам. Нет, они хотят с ним поговорить. Ну, в общем, поступает очередной звонок от неизвестного. Но на Мариин телефон. И Марию и спрашивают. Вам известна Нателла такая-то такая? Да, она как моя мама. А с ней можно поговорить? Можно, как раз мы дома были все. Ну, как все, я и Мария. И отдают мне трубку. Здрасте, здрасте. Предоставляется именем. Имя только свое сказал. И мне говорит, что вам знаком такой-то, такой-то. Представляете? Я уже хотела действительно, честно, руку на сердце кладу и честно вам говорю. Я уже его хотела матом послать. Потому что уже, думаю, меня достали, достали. Бог с ним. Но уже через детей. Это же недопустимо. Думаю, ребенок в школу ходит. Постоянно. Еще на то время Мария была школьницей. В школу ходила. Это она сейчас в университет ходит. В общем, я слушала, слушала. И он мне говорит. Я ФСБ. И вас, говорит, хотят подставить. Нужно с вами переговорить на тет-а-тет. Я говорю, извините меня, пожалуйста. Но уже у мошенников, говорю, настолько не хватает, говорю, совести. Вы уже, говорю, домой рветесь. Хотите в дом прийти. И уже расправиться с человеком. И так обмануть. И все, что у него есть, последнее забрать. И исчезнуть. Он мне говорит. Нет, вы меня не так поняли. И потом он начал называть улицу мою, друзья. Номер дома. Адрес. Мое имя, фамилия, отчество. И уже начал называть мое год рождения. Понимаете? Ну, мошеннику, откуда будет известно это все? Я говорю, давайте, говорит, договоримся. Я приеду к вам. Я вам все бумаги покажу. Я вам все разъясню. Я даже не буду в дом заходить. Мы будем на улице разговаривать. Если вы не хотите добровольно, с вашего согласия, встретиться с нами, то мы будем уже брать, как захват делать. Понимаете? Меня будут доставлять в отдел. Насильно. Принудительно. Ну, как сказать? Правильно, принудительно. И думаю, так, стоп, Нателла. Просто такой аферист-мошенник не будет так разговаривать. И он уж лево уважительно. И он сказал, что я уважаю ваш возраст. Вы молодец. Вот так надо вести себя, не поддаваться на всякие провокации сразу. Потому что есть люди попадают не в исправимые ситуации, он мне говорит. Ну, я говорю, ну, ладно, давайте. Ну, все, я согласилась. На следующий день он мне сказал к обеду, но я буду вам звонить, так я не приеду. Так как с Пятигорска надо было ехать к нам. Это полтора часа езды. Ну, все, друзья. Я уже и забыла. Ну, с вечера я позвонила Софье. Софья тоже сказала. А, еще до Маринова звонка звонили Софье. Ну, Софья сказала, что я не знаю такую женщину, и мне некогда с вами разговаривать. Почему позвонили детям? Дети, когда были маленькие, я на них брала телефоны, покупала телефоны, сим-карты, и они были оформлены на меня. Так они вышли на детей. А мой телефон номер, который был на меня, я же его тоже покупала. Но когда я уезжала в Грецию, его операторы закрыли, так как им не пользовались, и они, видимо, перепродали. Вот. Сим-карта у меня есть, но она блокированная. И вот так они вышли на детей, а меня не могли найти. А так бы они и меня бы нашли бы. А сейчас, когда я приехала с Греции, не сейчас, а уже как два года тому назад я приехала с Греции, мне уже Софья купила сим-карту. А меня нигде в базе нету сейчас. Они могли бы и меня пробить. ФСБшникам это разве составит труда, друзья? Начала тараторить. И не предложила вам попить кофе, чай-кофе со мной. Всем приятного кофе пить, и я пью щебрец. Очень хорошо, друзья, помогает. Во, классно. Пейте. Это у меня щебрец аптечный. Ну, Бог даст. В этом году сама соберу, высушу и приготовлю, чтобы уже было, уже ты знал, что действительно, что ты пьешь. Сегодня у нас вторник. День солнечный. Ну, вы знаете, я так привыкла сейчас к шапке. Если я без шапки, я думаю, что мне прям как будто по всему телу ветер гуляет. прихватил чуть-чуть, не вирусняк, а это просто простуда у меня. Это не вирус. Вирус был бы, он меня бы наповал, сразил бы. А это простуда. Ну, все, друзья, он подъехал прямо к дому, ну, к калитке, позвонил. Я, говорит, жду вас. Я, говорит, подъехал. Ну, и все, мы вышли, и Софья тоже была дома. Вышли мы на улицу, а жара, и как раз к обеду приехал. Июнь, да, июнь месяц были у Марии экзамены. Пробный экзамен, как раз Мария писала в этот день. Я говорю, что мы будем на улице стоять? Действительно, это какое неуважение, да? Человек приехал, молодой парень, чего его бояться? Господи! Красавец, высокий, стройный парнишка, в гражданской одежде, с папочкой, все, ну, и достает мне бумаги, показывает мне ксерокопию, моя фамилия там, друзья, указана, все мои данные, моя роспись. И там, вот, человек, которого я в жизни не видела, не слышала, и фамилии не знала, друзья. Ну, я говорю, давайте зайдемте во двор. Зашли во двор, угостили его холодным компотом домашним. все. Правда, отказывался, ни в какую. И он начал рассказывать. Значит, когда я хоронила бабушку, я тратила свои деньги. Собирала я все квитанции, и по вот этим квитанциям был возврат. мне на сберегательную книжку на руки никто не давал денег. Вот, что я потратила на погребение, на памятник, как она, участник войны. И тут, пожалуйста, я же все это делала, друзья, через военкомат. Уже 10 минут прошло. У нас был офис по улице Пушкина, и там делали памятники. Меня туда отправил военкомат. Я бы могла, допустим, пойти в другой офис, да? Ну, значит, они сотрудничают вместе. Все, ну, а как туда ты приходишь, ты предоставляешь все свои бумаги, все свои документы, и по этим документам тебя регистрируют. Уже, значит, бабушка у меня умерла 10 января, а я улетела в Грецию 28 февраля. Я не успевала. Ну, оставила я на Софью. Софье только надо было прийти на кладбище, показать место, и все. Они привозили и цемент, и щебенку, и памятник. Ну, прийти посмотреть памятник, чтобы не был разбитый, и как установить. И этот офис, вечная память, назывался так он, использовал мои данные, как, как будто я хоронила кого-то еще. Понимаете, еще несколько людей были похоронены, предъявляла документы в военкомат, и военкомат выплачивал деньги. Представляете, до чего дошли мошенники, что могут обмануть военкомат. Если нет такого участника войны, как можно было это упустить, друзья, скажите мне. И знаете, сколько на 9 миллионов рублей похоронили они людей? Это, как сказать, мертвые души. Другие еще попали в руки мошенников. Мне парнишка этот ФСБшник говорил, да вы, говорит, самое спокойное, говорит, женщина, которая нас спокойно приняла. Еще вы компотом нас угостили. Я еще и предлагала, может, думаю, покушать ребенок хочет. Как раз обед. Люди кидались на ФСБшников, говорят, вы что, говорит, не вы одна, говорит, пострадали. Это во всем Ставропольском крае. И они вот, мы сегодня, говорит, выехали, говорит, 10 машин, и один ко мне приехал. Второй, вот так, говорит, мы в день по 10 человек ездим и берем показания. Вы еще, говорит, хорошо нас приняли. А есть люди, которые кидались, говорит, недавно, говорит, мы пошли, к одним, они действительно похоронили своего родного человека, и мы приходим, предъявляем такое. мы тоже говорим, это наша работа. Я принесла им целую папку, у меня все бумаги бабушкины, все награды, свидетельства о смерти, все у меня в папочке. Все бумаги я ему показала, они все сфотографировали. Потом попросили поехать с ними на кладбище показать действительно памятник стоит или нет. Тоже пришли туда, там тоже все сфотографировал, все посмотрели, потом уже много чего, друзья, я не имею права сказать, много чего ребята сказали, но одно что он мне сказал, вам начнут звонить, предлагать деньги, чтобы вы отказались ну как бы вас подкупить. Смотрите, ни в коем случае не соглашайтесь, а то это все дело обернется против вас. Если будет такой случай, что вам предлагают, вы сразу нам наберите. Ну лишнее не имею права больше, друзья, я вам рассказала все, что можно услышать. так что мои хорошие и у хорошего конца или как и у хорошего дела бывает странный конец или как правильно сказать, я даже не знаю. И мы частенько проезжаем возле этого, мимо этого офиса вечная память. я как-то детям говорю, я говорю, вечная память тут был офис, помнишь, говорю, мои бабушки памятник, говорю, ставили, доча, где? Да, я тоже заметила, говорит, что уже его давненько нет. Ну вот мы как в супермаркет едем, ой, какой супермаркет, извините, в наш, ну, наш называется магазин, не знаю, у вас тоже есть такое? Ну это как магнит. Вот. Мы их прикрыли, всех их поймали, все выплатить государству эти деньги и им светит срок, друзья. Понимаете? Вот такие вот мошенники. Все получат по заслугам, друзья. Я свой долг выполнила с честью и совестью. Ни перед кем не должна. Бабушку то, что надо было, все сделала. А те, кто хотел нажиться, дорога короткая, все равно поймают. Вот. Я хотела рассказать о бабушке, чтобы вы знали, какая бабушка была. Может, у Николая есть какие-то обиды, есть какие-то обиды. Бабушка мне рассказывала, но я это тоже не хочу выносить. Но все равно она его вырастила, она с него сделала человека, выучила, поставила на верный путь просто так прийти, провести, сказать, мама, прости меня за все. И все, больше, что ему надо было от него, ничего абсолютно. Ну, каждый здесь за все ответит. А если хотите посмотреть фотографии бабушки, 9 месяцев назад выпущен был ролик у меня, где к Дню Победы герои никто не забыт и ничто не забыто. Вот зайдите, посмотрите, там фотографии бабушкины вставлены, ордена, медали. Вот так, друзья, меня хотели подставить. Не только меня, а очень многих. Но ФСБ нас спасли, поймали мошенников, их всех наказали. Зато теперь можно жить, я вспоминаю, как страшный сон. Но если это все рассказать хорошему писателю, можно написать действительно книгу. Кто-то в комментариях мне писал. Да, действительно, друзья, такое бывает. Я когда кого-то слушала, думала, точно, люди, в какие истории только не вляпаются. А вляпалась я тоже, друзья. Но ничего, главное не падать духом и стоять твердо на ногах. Ну, я там чуть-чуть вам ставлю, поменяем допросы, подъедем в понедельник. А про них можно в соцсетях рассказать, чтобы люди не поддавались на такое? А люди никак и не поддаются, это не люди, это они сами просто левые данные, фамилии, которые были ваши, вот, возьмите. Вот они нашими документами воспользовались. вашими документами воспользовались. А где документы взяли, я не знаю, если бы военкомат не обращались, то... Но мне же военкомат выплатил в сумму то, что я потратила на бабушку. А они что? А они данные в военкомате ваши остались и они оттуда взяли эти данные и все. И что, и они взяли деньги еще? Да, еще взяли деньги. не в своем аккомата. Да, уже за других, вот, левых людей. Да, или я буду на работе, чтобы так не получилось, что вы позвоните. А тут ваших объяснений со старых, что вы сотрудникам ФСБ давали, мы просто их перебили. Жду мастеров, друзья, должны прийти, отогреть нам трубы, чтобы бежала вода в дом, потому что это невыносимо. таскать в таких условиях работать нельзя. Не получится. Вчера вот Федоровный брат принес три канистры по 20 литровых, набрал и занес мне, поставил. Я дочери позвонила, сказала, что я в таких условиях не могу работать, потому что это все скажется на моем здоровье. Ну что, мои хорошие, на этом хочу попрощаться с вами, чтобы никто не попадал к мошенникам в руки. Это очень страшные люди, друзья. Но если ты честно выполняешь свой долг, ничего к тебе не привяжется. Главное быть бдительным. Пишите комментарии, подписывайтесь, на наш канал. И всем пока-пока. До новых встреч!